хотя известно что растительная пища важна для физического здоровья о связи растительной пищи с когнитивным здоровьем известно меньше если говорить о профилактике болезни альцгеймера и других форм деменции то есть данные что у тех кто употребляет мясо включая птицу и рыбу риск развития деменции в два-три раза выше чем у вегетарианцев но как насчет повседневной жизнедеятельности более строгое соблюдение растительного рациона было связано с более высокими показателями по всем когнитивным задачам которые исследователи измеряли одним из возможных механизмов который мог бы лежать в основе полученных результатов является вес тела растительная диета снижает индекс массы тела а более низкий индекс массы тела ассоциируется с улучшением когнитивных функций но даже с учетом веса была обнаружена связь между большим количеством употребления растений и лучшей работой мозга еще один возможный механизм связывающий диету и когнитивной функции это воспаление именно так насыщенные жиры ухудшают память лабораторных крыс через воспаление мозга а поскольку клетчатка может быть противовоспалительной а мясо провоспалительным это может помочь объяснить некоторые эффекты растительной диеты на здоровье мозга связь с насыщенными жирами похоже распространяется и на человеческое когнитивное поведение систематический обзор и мета анализ девяти исследований показал что повышенное потребление насыщенных жиров которые содержатся в основном в мясе молочных продуктах и вредной пищи связано с 40 процентным увеличением риска когнитивных нарушений и почти 90 процентным увеличением риска развития болезни альцгеймера подождите значит ли это что если посадить людей на низкоуглеводную диету это ухудшит их мозговую деятельность да это так диета с высоким содержанием жиров ухудшает не только работу сердца но и когнитивные функции мужчины были рандомизированы на пятидневную диету с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов или на диету с низким содержанием жиров и в случае низкоуглеводной диеты когнитивные тесты показали что у них ухудшилось внимание скорость и настроение опять же всего за несколько дней вывод повышение уровня жиров в крови не только снизила выработку энергии в сердце но и ухудшила когнитивные способности что говорит о том что что диета с высоким содержанием жиров пагубно влияет на сердце и мозг. Исследователи полагали, что нарушение выработки энергии может быть причиной и дисфункции мозга, но гликотоксины, принимаемые внутрь, также могут связывать употребление жирной пищи с потерей когнитивных способностей. Гликотоксины, также известные как конечные продукты гликирования, или КПГ, относятся к классу оксидантных агентов, способствующих развитию оксидантного стресса и свободных радикалов, которые влияют на развитие диабета и старения, включая повреждения мозга в результате болезни Альцгеймера и инсульта. Считается, что развитие болезни Альцгеймера в первую очередь связано с накоплением этих КПГ, которые способствуют образованию и отложению двух отличительных признаков болезни Альцгеймера – нейро- и амилоидных бляшек в мозге, обнаруживаемых при вскрытии. Но дело не только в полном слабоумии. Есть данные, что КПГ способствуют снижению когнитивных способностей в целом. Диетические конечные продукты гликирования связаны с ухудшением памяти, и поскольку изменить уровень КПГ в рационе может быть относительно легко, эти предварительные результаты позволяют предложить простую стратегию для уменьшения плохого влияния на когнитивные функции человека. Каковы основные источники диетических КПГ, от которых следует держаться подальше? Мясо, приготовленное с использованием сильного сухого жара, например, при варке, гриле, жарке и запекании. В моем видеоролике «Лучшая диета для здорового старения» есть список всех продуктов, наиболее загрязненных КПГ. КПГ связаны не только с возникновением болезни Альцгеймера, но и с прогрессированием болезни Альцгеймера, а также со снижением когнитивных способностей в целом, что, как ни странно, можно отследить по автофлуоресценции кожи. КПГ обладает естественной флуоресценцией, которую можно уловить с помощью специального детектора, что позволяет просто и неинвазивно оценить накопление конечных продуктов гликирования в организме. Чем больше мяса вы едите, тем больше аутофлуоресценции КПГ в коже, которая затем коррелирует с когнитивными нарушениями. На самом деле, в один прекрасный день эти флуоресцентные сканеры могут быть включены в обычные медицинские обследования. Поскольку мясо является основной пищей с высоким уровнем КПГ, неудивительно, что показатели кожной аутофлуоресценции КПГ значительно ниже у тех, кто питается растительной пищей. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что снижение уровня КПГ в пище вполне осуществимо и может стать эффективной стратегией лечения эпидемии болезни Альцгеймера и метаболических заболеваний. Субтитры создавал DimaTorzok